Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 24 главу. Иов продолжает свою речь, которую он начал в 23 главе, и говорит. Почему не сокрыты от вседержителя времена, и знающие его, не видя дни его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вала, Бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли, принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они поле на своем и собирают виноград у нечестивца. В ноги и ночуют без покрова, и без одеяния на стужи, Мокнут от горных дождей и не имеют убежища, жмутся к скале. Оторгают от сосов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить ногими, без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых выпит, и Бог не воспрещает того. То есть Иов здесь говорит о том, почему такая несправедливость происходит в этом мире. Он как бы отвечает друзьям своим. Если вы говорите о справедливости, что Бог каждому сдает по его поступку, то почему бедные люди, то есть социальные люди, социально униженные, может быть они намного праведнее, как говорит Иов, но вот эта вот их бедность, она как раз не говорит о их греховности. А люди, которые над ними надмиваются, то есть богатые, как он говорит, что и сироту, и вдову, и отторгают от сосов сироту, и с нищего берут залог. То есть почему это все происходит? Почему происходит такая несправедливость? Почему Бог все это допускает? Спрашивает он. Итак, насилие и несправедливость господствуют на земле. Бог видит всякий человеческий поступок, и что он поразит беззаконников суровым наказанием. Как он дальше продолжает. Иов ясно видит порочность людей и гневно ее осуждает. То есть заметьте, Иов осуждает не людей, а порочность, то есть сам порок. Здесь тот самый древний принцип отцов церкви — любить грешника, ненавидеть грех. Мы часто, бывает, осуждаем самих грешников и начинаем ненавидеть самих людей. Но надо ненавидеть грех. Надо ненавидеть блуд, пьянство, чванство, высокомерие, тщеславие и прочие грехи. И самого же человека всячески щадить, который попал в это дикое иступление, подчинение страстям. Так и Иов, он ясно видит порочность людей и гневно ее осуждает. То обстоятельство, что нечестивый успешный на земле, а праведный Иов страдает, показывает лишь то, что злодеи лишаются Божьего надзора, в то время как своих возлюбленных част он посещает и страданием их исправляет. Вот, например, соображение праведности Бога и о зле человека не сокрыто, как здесь говорит Иов, от вседержителя времена. То есть от Бога действительно ничего скрыть невозможно. Теперь Иов поднимает тот же вопрос, что и обсуждался выше, но уже с обетом веры. Иов говорит, что, разумеется, знает о том, что часть его обвинений в стирании различий достоинств людей отвечает пути правосудия. Но в настоящих обстоятельствах многое из проходящего выглядит отрицающим его правосудие. В этом ключе до конца главы Иов держит речь о злодеяниях беззаконных. Как мы видим, это очевидно, 24 глава 6 и 8 стих. «Жнут они на поле, не своем, и собирают виноград у нечестивца. Ноги ночуют без покрова и без одеяния на стужи. Мокнут от горных дождей и не имеют убежища, жмутся к скале». Вот святой Исихий Иерусалимский пишет, цитата, «Жнут они на поле, не своем. Как дикие ослы топчут поля других и стравливают траву, то есть съедают. Так и нечестивцы без стыдствам и насилием жнут на полях не своих, а похищают их у владельцев». Действительно, так бывает. Вот сказано, что недра земли принадлежат всем людям, которые живут на этой территории. Но это не совсем так. Может быть, как шутил один человек, они принадлежат, пока они находятся там в земле. Но когда их оттуда уже извлекут, они уже достоянием народа не становятся. Такое табличение видит и несправедливость Иов. Здесь можно заметить и другую сторону. Например, такой факт, как прозелетирь. То есть есть люди, которые приехали сюда, так называемые миссары, сектанты. И здесь, на территории, канонической территории Русско-Православной Церкви, как апостол Павел об этом говорит, «я не проповедовал там, где было уже известно имя Христова», они нарушают принцип апостолата. То есть начинают сжать и собирать на чужой земле там уже, где было известно имя Христова. Выдавая свое какое-то учение якобы за что-то новое. Нет ничего нового под солнцем. Все их ереси известны. Поэтому это обличение, в общем, в некой степени звучит и по отношению к этим, ну так, скажем, непорядочным, мягко говоря, людям. 24 глава, 9 и 12 стих «Торгают от сосов сироту и с нищего берут в залог, заставляют ходить ногами без одеяния и голодных кормят колоссиями», как мы с вами прочитали. И 13 и 18 стих «Есть из них враги света и не знают путей его». Вот интереснейшие стихи. «С рассветом встает убийца, умершляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. Око при любодеи ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня» и закрывает лице. В темноте подкрадываются под домы, которые днем они заметили для себя. Не знают света, ибо для них утро — смертная тень. «Для них утро» — вот это интереснейшие слова — смертная тень. Вот что по этому поводу пишет в сети Григорий Великий. «Вот хорошо сказано», — цитата, говорит он, «ибо для них утро — смертная тень. Утро, конечно же, разум праведника, который, оставляя мрак собственного греха, озаряется светом вечности». И о Святой Церкви говорится так. Кто она, восстающая словно утренняя звезда? Итак, насколько праведник, сияя светом, праведности в этой жизни возвышается почестями, настолько перед глазами порочных растилается тень смерти. «Поскольку, помня о совершенном зле, они страшатся исправления». И далее, смотрите, как пишет. «Они всегда желают быть свободными в своем нечестии, свободными в своем нечестии, жить без исправления и радоваться греху». Такая смертоносная радость соответствующим образом описана в словах, «Которые сразу следуют дальше, ибо для них утро и смертная тень, ибо они ходят во мраке, как при свете». Действительно, можно сегодня услышать людей, которые приходят на свои офисы или еще куда-то на рабочие места, и чем они хвалятся? Тем, кто как ходил во тьме, или вечером, или провел выходные. Как провел выходные? «Напился, пошел туда, блудниться, а это такое, а это такая, и радуются этому, смеются, ха-ха, и похваляются». О таких свидетель Григорий так и говорит. «Такая смертоносная радость соответствующим образом описана в словах, ибо они ходят во мраке, как при свете». В Евангелии Атеана мы знаем такие слова, которые там содержатся. Третья глава, девятнадцатый стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. «Потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет». И как далее сказано, не идет к свету. И сказано причина. Почему? Потому что он боится, чтобы не обличились дела его. «К свободе призваны вы, братья», пишет апостол. «Только бы свобода ваша не послужила к угождению плоти». Каждый человек свободен и волен распоряжаться жизнью, которая, в общем-то, ему, она не его, она ему дана Богом. Всегда повторяю эти слова, никто из нас не выбирал, родиться нам вообще в этот мир или нет. Никто не выбирал родителей, ни Родину. Если кто крещен в православии, а крещение — это рождение, никто не выбирал, и где нам родиться. О нас позаботился Бог. И жизнь, которая нам дана, помните, не напрасно, как писал Филарет Пушкину, «Дар напрасный, дар случайный». А Филарет Дроздов писал, святитель, «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана». Поэтому как мы распорядимся своей жизнью? Горе вам сказано, смеющейся. Вот это вот радости, радости ты не назовешь, это веселье о грехе скорее. Оно смертоносно, как пишет святитель Григорий. И так далее святитель Григорий продолжает и говорит, «Ибо превратным умом они радуются делам нечестивым, и грехом своим день за днем влекутся к наказанию, чувствуя себя якобы в безопасности. Поэтому и говорит Соломон, примутный». Экклезиаст 8.14. «Праведников постигает то, чего заслужили бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслужили бы дела праведников». В отношении их написано, что они рады творить зло и кичиться самыми ужасными делами. А во мраке, словно при свете, они ходят, потому что радуются ночи греха, так, будто их огрушает свет праведности». То есть, видите, Григорий здесь говорит о том, что грешники настолько погрязают своим ослеплением греха, что считают это нормой жизни, грех, и творить его. И даже этому радуются. Опять же скажу, это радость такая, скорее веселье, такое какое-то надрывное, и веселье в смятении души. Далее, есть такие вот здесь интереснейшие слова. в 24 главе сказано «легок такой на поверхности воды». То есть, человек, который творит грех. Почему легок такой на поверхности воды? В свете Григорий опять же пишет. «От многочисленного числа он переходит к единственному, потому что чаще всего один человек начинает злое дело, а многие следуют за ним, подражая. Но вина в первую очередь лежит на том, кто служит примером бесчестия для следующих за ним». Слышите? «Потому приговор часто возвращается к тому, кто явился автором греха». Конец цитаты. «Приговор возвращается к тому, кто явился автором греха». Помните, в Евангелии от Матфея у Спасителя есть такие слова, 18 глава, 7 стих. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Не надо являться автором соблазна. Поэтому те люди, которые говорят о том, «я свободен в своей жизни, что хочу, что и делаю», продолжают творить свой грех на показ, они являются авторами греха. А с таких спрос больше. Или, как говорит святитель Григорий, «потому приговор часто возвращается к тому, кто является автором греха». Здесь надо быть внимательными, потому как действительно горе тому человеку, через которого соблазн приходит в мир. Даже говорится о посте. Говорит, когда ты постишься, то не будь соблазном для других. Один думает, что можно есть все, а немощные, как сказано, есть овощи. Но главное, чтобы не есть на соблазну. Если ты, человек, даже болеешь, ты же не будешь всем объяснять, «я болею». Не делай этого, если ты видишь, что люди вокруг тебя, чтобы не соблазнить. Вкуси дома, что нельзя потерпеть какое-то время. Надо стараться так, чтобы никого не соблазнить своим поведением. Потому как помним эти слова автором, чтобы не стать автором греха. «Поверхность воды и то дело волнует дыхание ветра». Продолжает сидеть Григорий. «И не будучи наделенной прочностью, она в разных местах приходит в движение». То есть человек такой, как сказано об этом, легок такой на поверхности воды. Что надо сказать, чем отличается православный человек от неправославного? Православный человек, видит грехи, свой грех и противится ему с помощью Божией. А неправославный человек грех вводит в норму жизни. Поэтому, когда православный человек старается оправдать в себе какие-то грехи и ввести его в норму жизни, вот это состояние помрачения ума. А где помрачился ум, там помрачилась и душа. А где свет, как сказано, который в тебе тьма, который ты думаешь, что это свет, то какова же тьма, то есть в той тьме, в которой будешь ты после этой жизни. Она называется кромешная тьма. И 18-20 стих. «Проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглошает снежную воду, как преисподний грешников. Пусть забудет его утробу матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево, пусть сломится беззаконник». И далее. «Который угнетает бездетную, нерождавшую, и вдове не дает добра, он из сильных увлекает своей силой, он встает, и никто не уверен за жизнь свою, а он дает ему все для безопасности». Говорится о Боге, он дает все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути. «Поднялись высоко, и вот нет их, падают и умирают, как и все, и как верхушки колоссиев срезываются». Примеры жестокости действительно здесь видны, и как бы здесь Иов тоже и говорит, что не только человек, который делает зло, тот будет наказан, но вот между прочим в послании соборным Иакова, это для нас, для православных есть и другие слова. «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех?» Удивительно, ничего уж плохого мы не делаем. Мы стараемся жить уже по системе конфуцианства, конфуцианской религии и философии. Какой? «Не навреди». «Ну, главное, никому не делай плохо. Моя хата с краю, я ничего не знаю». Нет. Нет. Так еще могли рассуждать только друзья Иова, но не православные люди. Соборное послание Иакова, пожалуйста, 4 глава, 17 стих. «Кто разумеет делать добро, то есть понимает, что надо делать добро, разумеет». Очень хорошее слово. Понимает, разумеет, но не делает тому грех. Поэтому подумали, подумаем о том, сколько раз мы подумали о том, сколько же нам сделать добра. Такие там уже добродетели настроились в своих фантазиях. Ну и перстом не шевельнули в эту сторону, чтобы осуществить. Так и говорит. «Неплодный не сотворил добра». Да. Ибо из-за тот же вот, а да, вот интересный толкователь Олимпидор Александрийский пишет. «Ибо из-за бесчадия он не имеет помощи». И заметь снова, что не творить добра опять вменяется в нечестие. Видите? Ведь божественный псалмопеец говорит, вот здесь, псалмом Давида, «Уклоняйся от зла и делай добро». Псалм Давида 33, 15. Слышите? «Уклоняйся от зла». Ну не просто уклоняйся, но и делай добро. И, пожалуйста, Яков, кто разумеет, делал добро, и делает тому грех. И дальше продолжает. «И женщину не помиловал, которая по природе нуждается в защите, яростью же не спроверг немощных, не по какой-то разумной причине, но в силу неразумного движения души, распаленным гневом нечестивым, не спроверг и поставил в совершенно безвыходное положение немощных и лишенных защиты». Конец цитаты. Наказание для таких, как сказано, неизбежно. Поэтому, восстав, он не будет уверен за свою жизнь, как сказано. И вот, например, пишет тот же Олимпитор Александрийский, «Значит, нечестивый, вставая каждый день, не уверен, будет ли он жив, но пребывает в страхе трепоти. По определению мудрого Соломона страх есть ничто иное, как лишение помощи от рассудка». Премудрость 17-11. Страх от чего происходит? Лишение помощи от рассудка. Интересно, здесь в льгате звучит в латинском переводе стихи «Есть нечестивые, которые столь уверены, будто дела их праведны». Так, более четко звучит. «Есть нечестивые, которые настолько уверены, что дела их праведны». Но, как говорит премудрый Соломон, это происходит от лишения помощи от рассудка. Почему? Потому что ум не просвещен светом Евангелия. «Просвети нас, Господи, светом Евангелия Твоего». Потому что ум не просвещен Духом Святым. Потому что нет этой молитвы. «Царю небесной утеши для души истинной, и жизнь детства и вся исполняй». «Приди и вселись вны и очистены от всякой скверной спаси Блажа душа наша». Нет этого призвания. А значит, что? Значит, помрачение. А от помрачения происходит что? Есть нечестивые, которые столь уверены, будто дела их праведны. Поэтому будем, братья и сестры, остерегаться этого помутнения, помрачения ума. Будем взывать и Богу, и надеяться на Бога, пребывать в чтении и следовании книг Священного Писания тому, что сказано у псаломопевца Давида «Слово Божие, светильник ноге Твоей». Редактор субтитров Продолжение следует...